Привет, дорогой зритель! Меня зовут Елизавета Кулагина, я оперная певица, солистка театра Еликон-Опера в Москве, а еще участница седьмого сезона проекта «Большая опера» на телеканале «Культура». И сегодня я хочу рассказать вам о том, какими были для меня съемки этого проекта, что он мне дал и какие впечатления я получила. А еще я хочу развеять несколько мифов относительно проекта в целом и в особенности этого сезона. Сегодня я перед вами в таком сценическом предконцертном образе, потому что сейчас в театре у нас идут рождественские балы. И вот-вот скоро я выйду на сцену. И пока у меня есть немного времени, решила записать для вас это видео. Там любовь для развлечения девушкам чужда, Если в сердце нет волнения, мы не скажем «да». Как простор безбрежный море, наши чувства широко, Счастье в нем найдем или горе, мы верны ему, не споря, Только с милым сердцу нам легко. Во-первых, я бы хотела сказать, что на самом деле мы не снимаем выпуски раз в неделю. Вернее, не снимали выпуски раз в неделю. У нас просто не было этого времени. Все выпуски, семь, по-моему, было, да, семь выпусков проекта мы сняли за полмесяца. И это было в сентябре. Соответственно, когда начались выпуски в ноябре, пошли в эфир, мы уже знали и результаты, и кто когда выбывает, и все такое прочее. И голоконцерт состоялся 23 декабря, и транслировался он по культуре тоже 23 декабря. Вот этот концерт шел в прямом эфире, можно сказать. Миф второй. Я вижу очень много комментариев, что странно, что этому участнику выбрали такую арию, ему дали неподходящий дуэт. Вот такие формулировки меня всегда смущают, потому что я знаю, что программу всегда выбирает сам участник. И единственная сложность была состыковаться с другими участниками, у кого такой же тип голоса, как и у тебя. Например, у нас было на проекте 4 сопрано. Соответственно, в одном выпуске все сопрано должны были петь разную арию, разное произведение, если это романс или песня. Мы просто не должны были повторяться. Это была самая главная задача. Но в остальном тебя никто не ограничивает. То есть есть тема выпуска, и в этой теме ты можешь выбирать то произведение, которое ты считаешь наиболее выигрышным для себя. То есть никто нам ничто не навязывал, не говорил, что нет, ты берешь вот это, и ты будешь петь вот это. Такого не было. Третий миф, который меня даже в какой-то степени возмущает, что это не живой звук. Друзья мои, ну а как иначе? Я не знаю, что тогда живой звук, если не то, что вы видите на проекте. Все записывалось одним дублем. Были какие-то исключения, если был брак, какой-то брак по видео, по звуку. Я не знаю, что-то произошло такое во время съемки номера, что приходилось заново начинать. Такое бывало. То есть кто-то случайно сказал микрофон, и все, это брак по звуку. Какие-то еще у кого-то что-то со светом случилось. Был у кого-то из ребят такой момент, что пришлось переснимать номер, потому что было со светом. Проблема. У меня во втором выпуске такое случилось, что кто-то что-то сказал в микрофон. Действительно так и было. И из-за этого мы переснимали номер целиком. Но это не значит, что это не живой звук. Я пела точно так же арию от начала и до конца, второй раз. И, собственно, в этом только и особенность, что нужно было повторить этот номер только потому, что предыдущий дубль не подходит теперь для эфира. Вот и все. Где-то в интернете я видела комментарии, что это за певцы такие, что им приходится впеть в микрофон, что они не могут перекрыть оркестр. Дело же не в том, что мы не можем перекрыть оркестр. А дело как раз в том, что это запись. Ну как вы можете запись технически сделать без микрофона? Это же невозможно. Я думала, что любой здравомыслящий человек это понимает, что без микрофона вы в любом случае проект не запишите. У вас просто нигде не останется эта запись. Просто не будет записан голос. И члены жюри слышали нас точно так же, как слышите это вы в трансляции, в эфире. То есть, возможно, как-то все равно влияла акустика. Но они слышали такой же микрофонный звук, потому что мы записывались в павильоне на Мосфильме, в котором акустики как таковой, акустики зала, ее нет. И жюри оценивали как раз тот звук микрофонный, который слышите и вы тоже. Я хочу только еще добавить, что я была бы рада, если бы выпуски проекта были записаны на такой же микрофон, как был у нас в галоконцерте. На мой взгляд, субъективный, в галоконцерте больше понимания, у кого какой объем голоса и как звучит голос на самом деле вживую. Мне показалось, что там более приближенный вариант записи, исходя из того, какими я знаю голоса ребят, и как я слышала репетицию в зале, в БЗК, я имею в виду, галоконцерта. Мне кажется, что там более правдоподобная передача голоса и качества, и тембра в том числе. То есть было бы круто, если бы примерно в таких условиях был записан проект, но что есть, то есть. Уже он записан совсем иначе. И, возможно, звучали бы по-другому и наши голоса, и по-другому сложились бы результаты, я думаю. Мне кажется, есть и такой вариант. Ну и следующий факт, которым я хотела бы с вами поделиться, это о системе репетиции немного рассказать. Так как многие считают, что в действительности мы записывались примерно раз в неделю, то, конечно же, и представление о репетиционном процессе, оно немного другое, чем оно было в реальности. У нас было два дня репетиции чаще всего, и следующий день съемка. И вот так практически всегда, за исключением выходных, которые у нас выпадали, благодаря тому, что наш маэстро, наши звездные ведущие имели какие-то контракты или спектакли где-то в других городах и странах. И в эти моменты мы могли отдыхать. Когда они улетали работать в другое место, участники могли чуть-чуть выдохнуть, перевести дух. Но первые три программы, я точно помню, что мы снимали подряд. Это два дня репетиции, съемка, два дня репетиции, съемка, два дня репетиции, съемка. И потом был один или два дня выходных. Но затем все продолжилось точно в таком же режиме. Два дня репетиции, съемка. Но там были разные вариации, но чаще всего это было все внахлёст, все подряд. Соответственно, у нас нет времени на те репетиции, долгие подготовку, о которой говорится на самом деле. Я хочу сказать, что для меня потрясающей помощью на этом проекте и открытием для меня стала режиссер Лиза Мороз. Лиза, если ты вдруг это видишь, низкий тебе поклон и огромное спасибо, потому что ты тот творческий человек, который зажигает и всех вокруг и даёт вот эту живую энергию произведению, которое все уже слышали и видели миллион раз. И я считаю, что особый талант Лизы в том, что она помогает. Она делает так, чтобы артисту было удобно и комфортно. И спеть всё это технически, и жить на сцене. То есть она приносит настолько энергетически заряженные идеи, что тебе остаётся только их воплотить в жизнь, если у тебя есть желание добавить что-то от себя, или обсудить с ней какое-то своё представление этого номера и сделать что-то совместное. То есть такое, что и тебе бы было близко, и взять Лизину идею, например. Лиза, ты чудесная. Ещё один момент, про который я бы хотела рассказать, это наши потрясающие художники по костюмам и гримеры и костюмеры, которые помогали нам готовиться к выходу на сцену. Практически все образы в проекте, за исключением двух, о них я расскажу чуть позже, за исключением двух образов. Нашим художником по костюмам был Сергей Илларионов. Я сейчас здесь покажу вам те выпуски, в которых я наряжена им, если можно так сказать. То есть это его образы, которые он создал для меня в этом проекте. И два образа, о которых ещё я хотела сказать. Это шестой выпуск «Ночная голубка» и песенка «Чиниты» из выпуска «Аперетты». Они созданы, эти образы, Вита Северюковой. Я бы хотела выразить огромную благодарность нашим художникам по костюмам за то, что они очень любят артистов. И это не может не радовать, это не может не давать тебе силы, потому что то, во что ты облачён, дополняет твой образ. И ты чувствуешь себя совершенно иначе на сцене. И ты начинаешь жить и действовать, исходя из как раз того персонажа, который продуман до мелочей визуально. И тебе остаётся его наполнить внутренне и преподнести это в самом лучшем свете зрителю. И сделать всё технически правильно, вокально я имею в виду. Но для этого режиссёр и художник по костюмам всё уже сделали для того, чтобы тебе было удобно. И ты выходишь, и ты можешь спокойно делать свою работу. Когда ты на сцене, у тебя и так очень много стресса. У тебя, возможно, если это новое произведение ещё к тому же, то тебе нужно выдержать это технически и вынести очень много нового на сцену. Плюс это волнение из-за того, что это съёмка. Ты не знаешь, как твой голос наверняка звучит в микрофон и как твой голос ложится на эту запись. Потому что мы никогда не слышали итогового варианта после записи программы. То есть мы что-то там записали, как-то спели. Я очень часто записывала себя на диктофон, чтобы примерно хотя бы представлять, как я звучу. Но на самом деле, как мне кажется, всё в эфире было совершенно иначе. Ну, на мой вкус, на мой взгляд. Мой голос звучит в жизни по-другому. И те, кто знают меня, знали до проекта и знают в жизни мой голос, говорят то же самое, что я звучу иначе в эфирах, в выпусках. И, пожалуй, я с этим соглашусь. Мне кажется, что мой голос в жизни другой. Я не знаю, с чем именно это связано. Возможно, с моей болезнью. Я заболела прямо после первого выпуска, записи первого выпуска. И второй, третий, четвёртый я пела с больным горлом. К пятому я начала чуть-чуть приходить в себя. Но я думаю, все из вас понимают, что если ты поёшь очень долго с больным горлом, ты уже не так чувствуешь мышцы, и всё меняется в организме. Так что это тоже был целый квест для меня. Но я думаю, что я достойно всё выдержала, насколько это было возможно в том положении, в том состоянии, в котором я была. Я бы хотела сказать, что для меня проект «Большая опера» с детства был очень важным. Мне кажется, я на нём росла в том смысле, что я очень следила за этим проектом с самого первого сезона. И мне кажется, что росла ещё я благодаря тому, что каждый выпуск проекта мы с мамой смотрели вместе всегда. Каждый выпуск проекта мы смотрели вместе и обсуждали. Очень много обсуждали, где-то даже спорили. Но мы обсуждали это с профессиональной точки зрения. Не просто как критик диванный или зритель какой-то непрофессиональный. А мы разбирали это с точки зрения не хейта, а технически. Что человек сделал классного, что у него правильно, на что обратить внимание. Ну, то есть мама разбирала это как педагог. И я этому внимала как ученик. То есть у нас такие были дома переплетённые взаимоотношения, как педагог-ученик и как мама-дочь. Но мне это не мешало соединять одно с другим. Я знаю, что для многих это сложность, но у нас такого не было, к счастью. Поэтому я считаю, что такой проект, как «Большая опера», дал мне очень многое, даже когда я в нём ещё не участвовала. Я училась анализировать пение других людей и понимать, что правильно, а что нет. И я думаю, что отчасти именно благодаря этому сейчас у меня хорошо получается преподавать. И благодаря этому я понимаю, что человеку нужно сделать, чтобы получилось лучше, удобнее, красивее. И я знаю точно, что истоки моего преподавательской жилки, моей, начинаются где-то там, в детстве, когда мы с мамой смотрим у экрана «Большую оперу» и очень горячо обсуждаем. Дорогой зритель, спасибо большое тебе за просмотр этого видео. Я надеюсь, что тебе понравилось. Если у вас есть какие-то вопросы, дополнения к моему рассказу или какие-то пожелания о тематике следующих видео, то, пожалуйста, пишите в комментариях. И я надеюсь, до скорой встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok